Девушки отдыхают Невольным образом, потому что совершенно случайно одни нечистоплотные журналисты одного известного портала, причем боюсь сказать страшную крамольную вещь, скорее всего, с вашей подачи, опубликовали в прессе, сначала в России, с подачи вашего канала, опубликовали в прессе, что розовый котенок, покрашенный Леной Лениной, умер. Что в корне неверно, потому что, во-первых, тот самый котенок жив, а во-вторых, он не котенок Лены Лениной. Лена Ленина держала его в жизни свои два раза в руках. Это Барри Львасово котенок? Этот котенок принадлежит даже не Барри. Барри передарил его. И, ко всему прочему, я, самое главное, не красила этого котенка, потому что я и сама себя не крашу, если у меня занимаются парикмахеры, и уж тем более котят. И с подачи российских СМИ, которые очень активно любят, видимо, скандалы, видимо, легче, не проверяя информацию, написать о какой-то гадости, просто если вы написали, что человек умер, а он не умер, это нехорошо, котенок не умер. Тут же подхватили это западные СМИ, причем некоторые заголовки трансформировались на один труп розового котенка, а я, позвонив владелец сегодняшнего розового котенка, убедилась, что он жив, я возмущалась все это время, пришлось взять даже адвокатов, и теперь мы засудим некоторые западные СМИ, а может быть, даже и некоторые российские. Ну, российские не так выгодно судить, как западные страны. У вас богатый канал. Я, честно говоря, когда все это вот стало набирать обороты, я знаю, что вы человек, который вот self-made woman, человек, который понимает все законы пиара, сами придумали эту историю про то, что кошка умерла для того, чтобы поднять вот такую волну, нет? Это, конечно же, неправда, потому что я, хоть и профессиональный пиарщик, я не вру, если я говорю что-то, то это правда. Я никогда не стала бы, ко всем прочим, как человек определенных морально-этических норм, никогда не стала бы шутить или пиарить что-то смертью. Поэтому ни при каких обстоятельствах врать я не стала бы, поэтому тут же написала опровержение, тут же наняла адвокатов, и мы с этим будем бороться. Потому что я считаю, что сегодняшняя журналистика, даже при наших скоростях, должна все-таки иметь хоть какие-то понятия о чести и достоинстве. Потому что обвинив меня в этом, казалось бы, для них или для кого-то невинном акте убиения кота, они навлекли на мою голову гнев огромного количества любителей кошек. И некоторые из них оказались настолько фанатичны, что террористы отдыхают. Меня обвиняли в смерти, обещав мне смерть от серной кислоты, от орудия пытки розового цвета с шипами, которые мне нужно было засунуть в самые интимные места. Мне грозили онкологией, чтобы мои дети и я корчились в муках. То есть все то, что говорили так называемые любители животных, никак не укладывается у меня в представлении, что, в общем-то, человек важнее, чем кошка. Но зачем вы покрасили котенка-то? Я не красила, Женя. Не уподобляйтесь вы глупым журналистам. Я не крашу никого, ни себя, ни этого котенка. Более того, позавчера в эфире канала Другого я прошла детектор лжи впервые в своей жизни, чтобы убедить население, что я не крашу котят, что я не красила котенка, что это тот самый котенок, который просто стал за полгода толще. Амальгама-то происходит из-за того, что люди подумали, что мы вчера покрасили, сегодня он умер. Его полгода назад покрасили, и вдруг кто-то полгода спустя говорит, что он умер, а в покраске. Если бы он жил у меня, я бы могла нести хоть какую-то ответственность за интоксикацию. Если бы я его красила, я могла бы нести хоть какую-то ответственность за то, что я крашу котят. Но он жив, здоров, помелел и потолстел. И я это показала в эфире, к сожалению, через детектор аужи. Я видел вас на сайте вашем и в инстаграме. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.